И так очень важная проблема, когда один человек оказывается в ситуации боя, противостояния или самозащиты против двоих нападающих. Почему это очень важно? Дело в том, что одно дело, когда человек рассматривает приемы самозащиты, приемы рукопашного боя, приемы единоборств и боевых искусств против одного нападающего, и совсем другая задача стоит перед человеком, если вдруг оппонентов нападающих становится больше. Соответственно, переход от одного нападающего к двум – это ключевой момент в методике обучения самообороны рукопашного боя. Давайте посмотрим на основные моменты этой ситуации. Пожалуйста. Вот два человека. Чуть-чуть сюда ближе. Начало конфликта, начало самозащиты, то есть ситуации самозащиты, начало возможного потенциального боя может быть вот в таком расположении. Сразу хочу сказать, что вот такое расположение – это одно из самых невыгодных расположений с точки зрения защищающегося и нападающих. Поэтому, если вдруг начинается какой-то конфликт, если вдруг начинается какая-то проблема, да, и вот двое нападающих вот так становится, потенциальных нападающих, то в любом случае идеальный вариант всегда совместится вот так. То есть, чтобы один нападающий был ближе, другой обязательно дальше. Потому что, если вы стоите вот в таком, на таком расположении, то и один, и второй потенциальный нападающий могут нанести удары или схватить. Поэтому, если возникает конфликт, если возникают какие-то проблемы, и вы начинаете с кем-то беседовать, и вы видите, что эта ситуация грозит нападением, – чуть ближе, пожалуйста, – то обязательно, если даже вы с кем-то беседуете, то не стойте на равном удалении от двух возможных нападающих. Лучше всего сместиться к одному из тех, может быть, с кем вы беседуете, и контролем бокового зрения держать обязательно другого человека, который стоит рядом. В этом случае, если вдруг произойдет неожиданное нападение, или вам необходимо будет действовать, вы будете на расстоянии от возможного второго удара. Это важно. Какие могут быть здесь варианты? Итак, начинается какая-то проблема, вы смещаетесь, и в любом случае, видите, вот уже я смотрю на второго потенциального нападающего, и у меня под контролем тот, с которым я подошел. В рукопашном бою существует такая идея или принцип, что когда человек должен биться или защищаться, или вести бой против нескольких нападающих, то необходимо, условно говоря, одним закрываться от другого. Ну, давайте я немножко разберу эту тему. Что значит закрываться? То есть, идея состоит в том, что если вдруг, в стойке, если вдруг возникает какая-то проблема, то мне необходимо смещаться именно вот таким образом, чтобы я от одного, одним нападающим, то есть, ведя бой с одним нападающим, всегда закрывался от другого. Вот так. Видите? Получается вот так. Вот. То есть, что бы ни происходило, я всегда должен делать так, чтобы один нападающий мешал другому. Если происходит, допустим, ситуация вот такая, когда возникает какая-то проблема, и вдруг один нападающий схватил, вот, прихватил сюда, то понятно, что вот он меня сковал, и я под ударом другого нападающего. Следовательно, мне тоже нужно вот так. Видите? Вот таким образом двигаться, да, чтобы обязательно закрываться от другого. И в этот момент обязательно необходимо принять на себя активную роль. Что это значит? Дело в том, что когда мы находимся в состоянии самозащиты с одним человеком, то я еще могу как-то среагировать, то есть, следовать реактивно за тем, что делает нападающий. Если нападающих двое, то я должен взять на себя проактивную роль, то есть, не реактивную, а проактивную. То есть, я не должен реагировать на их возможные действия, я должен эти действия создавать сам. Возникает вопрос, как это возможно, если все-таки мы играем в ситуационную роль защищающегося, а в обыденной вот состоянии самозащиты, это эти люди могут играть роль нападающих, и никакой другой. То есть, нужно, что значит проактивная роль? Дело в том, что даже когда люди нападают, вот сейчас я покажу, как они будут нападать, а я буду двигаться. То есть, даже если я не делаю никаких активных действий, но я двигаюсь активно и закрываюсь одним от другого, то в любом случае это уже есть проактивная роль, а не реактивная. Вот давайте попробуем. Смотрите, сейчас постараемся ухватить все. А ваша задача сближаться, делать какие-то действия, нападать на меня. Я буду реагировать. Видите, я двигаюсь, я двигаюсь, я двигаюсь, видите, я двигаюсь и постоянно закрываюсь от одного другим. И они постоянно, они мешают. Вот это самая неправильная ситуация. Если вы попадаете между двумя нападающими, все, считайте, что эта ситуация вами проиграна. В итоге, что я делал, смотрите. Еще раз. В тот момент, как бы замедляем движение. В тот момент, когда двигался один на меня, я смещался сюда, я мог наносить удары, я мог защищаться, прихватывать. Видите? То есть, я все время слежу за одним и за другим. Если мне необходимо переключиться, я переключаюсь, опять-таки, разрывая дистанцию, видите, переключаюсь сюда. Смотрите, переключаюсь на него. Переключился на второго. Видите? Вот опять опасная ситуация. Вот в этой ситуации я должен обязательно сместиться, либо туда, либо туда. Раз. Сместился. Вот это и есть, так называемый, принцип выстраивания в одну линию. То есть, на самом деле, никакой одной линии нет. Люди двигаются, и я постоянно смещаюсь. Как это можно отрабатывать? Смотрите. Отрабатывать нужно очень просто. Даже вот вдвоем, втроем. Стоим просто. Делайте шаг на меня. Я сместился, закрылся одним от другого. Вы опять разворачивайтесь ко мне. Идите ко мне. Начинайте шагать. Я опять закрылся, видите? Вы пытаетесь догонять. Закрылся. 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 Видите? Закрываюсь. Закрываюсь. Вот. Все. Видите? Закрываюсь одним от другого. Проводите ли вы при этом какие-то активные действия? Делайте защиту. Делайте атаку. Это абсолютно не важно. Ваша задача – постоянно двигаться и закрываться одним от другого. Чем лучше вы запомните этот принцип и постараетесь это применить или отработать, тем больше будет у вас шансов в возможной самозащите от двух нападающих. К слову сказать, что когда нападающих больше двух, три или четыре, принцип остается тот же самый. Только единственное, что увеличивается скорость. То есть, работая с двумя нападающими, я могу достаточно спокойно работать. Но если их будет трое или четверо, мне придется двигаться еще больше, еще активней. Теперь возникает вопрос. А что будет, если у меня нет большого поля для маневра? Пример. Давайте развернемся. Сюда. Вот стена. И двое подошли. Вот двое. Видите? Зажали. Вот здесь. И возникает проблема. Мне сюда нельзя и вроде бы и негде маневрировать. Каким образом это делать? Смотрите внимательно. Давайте чуть сбоку снимите отсюда. Вот так. Сюда, сюда еще. Да. Итак, смотрите. Вот проблема. Сюда мне нельзя. Будет зажать. Значит, что я должен сделать? Смотрите внимательно. Либо на этого, либо на этого я должен напасть сам. То есть, идет проблема. Нападайте. Я, видите? Вот я уже закрылся. Еще раз. Смотрите. Нападение. Я уже закрылся. То есть, даже если человек вас прихватил и держит достаточно сильно. Держите меня сильно. Вот. Вот он меня пытается удерживать. Я могу своими действиями в любом случае сместиться так, чтобы закрыться от второго. Ничего этого не помешает. Даже если идут какие-то удары, да? Вы закрываетесь. Вы идете удары, закрываетесь. Все. Оттолкнули. Все. Вы уже имеете поле для маневра. Вот примерно. Вот такой принцип. Попытайтесь это отработать. Понять. И это на самом деле не так сложно, как кажется. Если вы обладаете техникой рукопашного боя. Если вы тренируетесь. То это не составит никакого труда. Вот. Такой материал. Если вам интересно. Подписывайтесь на наш канал в ютюбе. Заходите на сайт extremeterafight.org. Там есть достаточно материалов, чтобы ознакомиться с основами нашей системы. Мы открыли специальный курс. Который помогает обучать людей основам безопасности и самообороны. Всех благ. До свидания. Внимание. Если вы интересуетесь темой личной безопасности. И хотите больше узнать о системе экстремального рукопашного боя и самообороны. Заходите на сайт extremeterafight.org. Здесь вы найдете достоверную информацию о теории и практике системы Extreme Fight. Обучающие материалы по основам самообороны, экстремального рукопашного боя и физподготовки. Сможете задать вопрос на почту сайта и многое другое. Заходите на сайт extremeterafight.org. Подписывайтесь на новости. И помните, никто не сможет защитить вас лучше, чем вы сами. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...